Дубосары, микрорайон Лунга. Неподалеку мы видим опору. Это остатки старого моста. Как сообщает пресс-центр МВД, накануне именно здесь утонул 24-летний парень. Несчастный случай произошел в субботу вечером. На берегу Днестра собралась компания. 8 человек пили алкоголь, ушли далеко от пляжа. Купаться там запрещено. Спасатели патрулировали берег. Компанию проинструктировали. 24-летний житель Дубосар даже расписался в специальном журнале, а через два часа утонул. Были разданы памятки о том, что место, в котором он находился в тот момент, непригодно для купания. Но не было обследования, соответственно. Там может быть все, что угодно, вплоть до коряг, таких либо камней. И он даже поставил свою подпись, что он ознакомлен. Его личная подпись. Также на словах обещал придерживаться данных правил. Через несколько часов молодой человек решил переплыть Днестр. На середине реки исчез из вида. После этого его уже никто не видел. Но спохватились они где-то еще спустя час. Они начали собственными силами ходить по берегу, звать его. Даже, как они сказали, некоторые из них также переплыли на противоположный берег с целью найти его. Но данное мероприятие результатов не дали. И спустя еще час они вспомнили, что им была выдана памятка, на которых указаны номера телефонов аварийно-спасательной службы, единый номер спасения также. И они по этим номерам начали звонить. Специалисты сразу начали поиски. Но уже было темно. В воскресенье утром подключились водолазы. Говорят, здесь сильное течение. В воде – арматура. Из-за этого много водоворотов. Тело нашли в яме у опоры старого моста. Это в 700 метрах ниже от того места, где сидела компания. В данном месте также висит наш аншлаг, но периодически он пропадает. Люди, находясь там, его просто срывают. Считаю, что если нет аншлага, значит купаться можно. Наверное, так. И вот даже сейчас можно будет увидеть, что данный аншлаг, который мы повесили две недели назад, он уже обрезан наполовину. Еще один случай в Бендерах. 35-летний мужчина на пляже нырнул в Днестр. Ударился о дно. Из воды уже парализованным его вытащили спасатели. Мы с напарником патрулировали на лодке вдвоем. И услышали женские крики. Спасатели, спасатели. Мы сразу подъехали к этому месту и обнаружили там женщину, которая была примерно по пояс в воде и удерживала мужчину. Глаза были открыты, в сознании был. Сначала не поняли, что случилось. И ребята еще наши, мы двое с лодки, и еще двое ребят наших прибежали из берега. И мы аккуратненько его вытащили, положили на берег. Потом выяснилось, ну, со слов жены, что он с разбегу прыгнул в воду и ударился головой о дно. И его парализовало. Вот он лежал, он уже не мог двигать ни руками, ни ногами. Скорая доставила мужчину в реанимацию Бендерской центральной больницы. Были выявлены множественные многооскодческие переломы шейного отдела подвеночника в полном повреждении сного мозга. Главный пациент находился в сознании. Проводилась интенсивная терапия. После этого было принято решение о переводе пациента в город Хишинев, в институте из революции и нейрокирургии, для дальнейшего оперативного лечения. Останется ли 35-летний мужчина инвалидом, врачи пока сказать не могут. Проведут больше обследований. С начала купального сезона в Днестре утонули два человека.